С внуками на одной волне. Курские пенсионеры не отстают от современных тенденций. Сидят в контакте, звонят родным по скайпу, следят за новостями в режиме онлайн. Радости виртуальной жизни им открывает университет пожилого человека. Там учат не только дружить с мышкой, среди дисциплин, садоводства, иностранный язык. В общем, скучать некогда. Не успели оглянуться, и вот уже выпускной. Наталья Петровна – старший прапорщик в отставке. Сидеть без дела не привыкла. Освоила компьютер, заговорила на английском. И все не ради галочки. Знания готова пустить в ход. У меня, значит, племянник сейчас живет во Франции. Он, значит, принял русский приход. Он священник. И приглашает посетить Ментон. Поэтому я думаю, что выучив язык, я могу к нему в гости поехать. В 60 с хвостиком они снова чувствуют себя молодыми. Вернулись веселые, беззаботные студенческие годы. Студенческий билет у меня есть, конечно, здесь же выдали, как положено. Студенческий билет у меня был. Это я в 75-м году закончил институт, значит, вот когда это было давным-давно. Почти полсотни дипломов. Самые старшие выпускники успели отпраздновать 90-летний юбилей. Останавливаться не планируют. Учиться готово до 100 лет и даже больше. Университеты пожилого человека действуют практически при всех высших и средних учебных заведениях. Прийти туда может любой желающий. Ангелина Рязанцева, Денис Кидарков, Телеканал 7.